Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 19 февраля и вот перед тем как распекировать свои самые-самые первые посевы, я хочу показать вам как они выглядят. И еще раз напомнить то, о чем я вам говорила в предыдущих видеороликах. Это о том, что лучше не сеять несколько сортов в один лоток, лучше не сеять сорта с разной длиной, высотой кустов. Вот смотрите, вот это у меня самые первые посевы. Они сделаны буквально в один день, ну с разницей в несколько часов. Все они прекрасно взошли. Я уже показывала, вот это вот мои семена Настя и Демидов. И вот здесь у меня остался маленький кусочек в лотке. Я посеяла еще магазинные, вечный зов и розовый титан. Я уже когда они были маленькие, сразу показывала, что всхожесть конечно сильно различается. Вот эти все до одного вылезли у меня. А магазинные, тут у меня есть проталины, вот такие как проголызины я их называю. Там где семена не взошли. Но мне достаточно этого. Но дело в том, что видите какая разница. Вот разные сорта, эти они все однотипные. Я все высаживаю в ранние сроки, те которые низкорослые, с толстым стволиком. С мясистыми листиками, которые не вытягиваются в рассаде. Все я их уже называла. Вот в этом лотке Демидов Настенька. Там у меня жиростойки, алтайский сюрприз, сибирская тройка. Они все одинаковые. У них сортовые характеристики у всех одинаковые. Вот такие они низкие. Вот сейчас они уже им по три недели. Но они в высоту буквально, ну сантиметра два, не больше. Видите, вот такие малышки. У них уже по два листа. Те, которые я не рекомендую высаживать, вот которые я вот здесь посадила. Они выглядят, конечно, совсем по-другому. Видите, у этих короткий толстый стволик. Они такие коренастые. И сидя в одном лотке, в одних условиях, в солнечном. Ну как, света им одинаково, все, полив одинаково. Эти все-таки выглядят вот так вот. Ну у них это такие сорта. Они будут вытягиваться. Я вот здесь посадила два сорта, которые не соответствуют тем вот данным, которые я подбираю. И вот здесь вот я посадила русские колокола. Хотя они во взрослом состоянии невысокие. И они потом, куст у них будет тоже невысокий. Такой же, как Демидов, как Настенька. Но у них совсем другие сортовые характеристики. И видите, как выглядит рассада, посеянная в тот же день. Или вот эти, которые один сантиметр всего. Один-два. Также имеют два листа уже настоящих. Или эти вот такие вот. Я знала, что они будут выбиваться из строя. Что они будут отличаться. Но я пошла намеренно на все эти проблемы, связанные с ним. Что они будут высокие. Просто мне сильно захотелось немножко русских колоколов вырастить. Ну как в раннем режиме для раннего урожая. А остальные у меня все вот такие. Вот это как раз к тому видео, что выбирайте для посевов самых ранних сорта, которые не вытягиваются. Видите, какая разница. Или эти стоят как солдатики. Хотя у них тоже, видите, два уже настоящих листа. Они такие коротышки, толстенькие. Или вот эти стоят, будулыжины. Которые вообще, ну, вид совсем другой. Если их сейчас не распикировать, конечно. Пикирую почему так рано? Вот эти можно было бы держать еще две недели. Я пикирую рано из-за загущенности, чтобы они не мешали друг другу. Я заранее сею загущенно. С учетом, что взойдут, не взойдут, там погибнут, не погибнут. Всегда это предполагаю. Но они, видите, все хорошо взошли. И всегда я вот в фазе двух настоящих листиков. Хотя листики эти у них такие крошечные, миниатюрные. Видите? Но у них все равно уже два настоящих листа. Их в это время самая пора рассадить по отдельным. Теперь уже у меня будут в каждом лотке отдельный сорт. Демидов будет расти отдельно, Настенька отдельно. А у русских колоколов будет тоже свой лоток. И если они будут выше, то они будут равномерно выше. Будут равномерно длинная такая рассада высокая. Все, вот я вам показала, как выглядит рассада. И наглядно показала, что лучше все-таки не сеять сорта с разной длиной, с разной высотой рассады в один лоток. Потому что вот эти, если бы, например, мне нужно было подождать, вот эти могли бы подождать еще месяц. Могли бы в этом лотке прорасти. Ничего, они бы не вытянулись. Они просто начинают куститься, толстеть, крепнуть. У них начинает стволик утолщаться. Они как делаются, как дубки. А эти, конечно, они потянутся вверх. Они будут тянуться вверх во время поливов. Их можно даже уронить. Они могут упасть, сломаться. Этим ничего не грозит. Вот. Это моя рассада. Сегодня 19 февраля. Посеяна она 29 января. И взошла 3-4. Все, ей примерно сколько там? 2-3 недели, наверное. Не могу посчитать. Нет. Полмесяца. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...